приветствую зубники для цитрусов рану старого года у нас выпал снег такое себе выпал и выпал нужен моросит дождь сверху покрывается ледяной пленкой красота такая очень надолго хотя немножечко все же красиво и произошла хоть небольшая но смена сезонов и нас тоже порадовал снег и красивыми картинками вокруг елочки в снегу супруг чистить собака виски побегать по снежочку мы на улице украшали елку и вот уже этот снег он весь покрыт ледяной корочкой потому что 0 минус один где-то и снег сразу замерзает получается ледяная корка а завтра обещают еще больше мороз что вообще не очень хорошо то что все эти колдобины они замерзнут и будет очень неудобно ездить по ним и ходить то есть все растения все тротуары абсолютно все покрывается ледяной коркой такой конечно же зара повесит соседских собак такие елочки у нас по улице все так под снежочка супруг с ним очищает и зарубля под елками метки поставит даже собаки ходить неудобно она проваливается под эту ледяную корку или не проваливается ледяная корка что даже выдержать собаку погода конечно подкачала подгуляла снега просили но дождя со льдом не как-то ну вот все собачки сейчас выигавляется по снежочку и бабай с нами в общем вся наша живость вместе с нами супруг чистит снега мы просто гуляем наши собаки наших которые трогают у них мир и любовь все же бабай предпочел сбежать так зара кого-то уже увидела надо забирать ну что там ходят эти собачкой боли ну ладно нашим походу чужие собачки не очень интересно хотя может быть главное своих питомцев не запустить дальше тоже дальше дети вышли тоже со своей собачкой а эти охламуны могут побежать напугать ничего не им не сделать точно собаки дружелюбные но напугают зимний сад единственное время когда он может побегать в огороде это по снегу так не наделать никакой шкода и не выроет конечно же никаких ян зимний сад тоже находится под снегом и там темно когда на крышу ложится снег то в зимнем саду достаточно темно на крыше лежит снег а поскольку тепло через крышу не уходит снег тает не быстро обычно если это но нормальная снежная зима то на тайне снега уходит дня два-три и вот без включения ламп зимнем саду конечно же темновато темновато растение потому что свет получается только из окон а их конечно же недостаточно потому в такие периоды им немножко темнее чем обычно зара уже со мной а рон остался на улице и потом некоторых углах довольно таки и даже темно до окна далеко со всех сторон на крыше снег вот как апельсину фраголи здесь у нас еще сайгон много растений и темновато конечно же конструкция вполне выдерживает хорошую такую снежную снежный покров конечно если бы он был какой-то аномально большой возможно пришлось бы лезть и чистить во первых мы пытались это делать но потом поняли что конструкция у нас надежно и пока снег еще не чистили вот со всей конструкции как есть снег еще ни разу не чистился и в такие периоды конечно же темновато зато какая красивая картинка получается на улице снег зимнем саду цветы прироста и весна такая вот ближе к окнам конечно же растения чуть-чуть получают света а кто подальше те несколько дней мучаются в полу дреме таком в потемках снег стоит и конечно же хотелось бы чтобы он ставил сегодня весь потому что если покроется ледяной коркой и обещает нам завтра минус шесть то он конечно же дольше пролежит потому желательно чтобы до конца дня он ставил ну стоит или не стоит я вам потом расскажу покажу как все получится я пока вот такая картина к нам пришла зима у нас начались небольшие морозы выпал снег хотя на снег идет дождь и образуется ледяная корка обледенение это конечно это конечно нехорошо манга вот здесь тоже под стенкой темновато на сегодняшний день на сегодняшний час пока это все не стоит подсветки для растений нет так что им приходится мириться и они это спокойно делают даже выдерживают такие вот пасмурные дни так что можете не заморачиваться спокойно с подсветками я спокойно приучать растения они адаптируются темно все темно всем и ананасом и суккулентом и кофе ну кофе там еще около окошка хоть какой-то свет а так конечно вот такой полумрак если на крыше лежит снег тем не менее все идет своим чередом вот раскрылся такой цен видео я уже не помню какие они у меня есть потому как все покупались полуценки в основном без цветов и все нормально цветут растут и радует снег на крыше ненадолго немножко полумрака тоже не помешает зато разбавит обстановку где-то снег где-то сдохнет какая-то сигарашка под снегом если еще будут такие морозы как обещают ну конечно не хотелось бы этих колдовин снежных ну что делать природой мы не властны придется смириться почистить и намешает и надеяться такому хли службы что они тоже все почистят вот такая картина свет только из окон крыша вся в снегу и за окошком снег и картинка принципе красивая новогодняя прям как в сказке все по заказу на старый новый год вот индия красиво смотрится на снежном по крови за кошку который конечно же отпал еще в плотик слава мичурия так чтобы скоро обзорный ролик этого апельсина а сегодня мы и растение попутать немножечко во мраке снежным зимним если вот только не сильный ветер а так все отлично он был вчера и снега намело и беседку и там где в принципе не должно было намести но все-таки умело затухал котел как-то там получается завихрение ну ладно все поправимо отопление включено и ждем пока стоит снег и даже снег на крыше вниз как бы не огорчает не расстраивает обстановку в зимнем саду потому как апельсины зреют камелии цветут кто-то бутонах вот такая рядышком герань вот зарушка рядом хвоста умиляет то есть вот заходишь зимний сад и все так она ярко красочно суккуленты кто-то цветет перчик баригафли такой кистролистный и несмотря что на то что на улице идет дождь на улице снег будет ледяная корка и обледенение и нам мрак в саду все равно можно включить свет добавить отопление и мне будет комфортно работать и растение спокойно такой полумрак переживает лавровый лист на улице под снегом под обледенением остался но намеренно остался посмотрим какие температуры он выдержит конечно если будет минус 20 то я его наверное куда-то спрячу чтоб под минус 20 он не обледеневал а так пока пусть будет на улице посмотрим потому что в саду все равно мало места так что пройдет такие вот тебе испытания и конечно же обледенели почки на розах розы тоже обледенели хотя у них вот я показывала фотку прошлом ролике они были довольно таки крупные почки красные проснувшиеся сейчас это все обледеневает это не есть хорошо но делать нечего пока я вам рассказывала как у нас все обледеневает какая смена сезона как красиво под снегом начать вообще дождь стало очень приятно ладно поэтому я заберу зару по мою лапу это что не очень холодно замерзла собачулька мы всех обнимаю до новых встреч не расстраивайтесь никакой погоде погода нет плохой погоды у природы нет плохой погоды нужно просто найти чем заняться и как разблечь себя такие вот моменты все всех обнимают до новых встреч пока а